Листец самый опасный из ручных животных. Привет, я Даша. Сегодня я рассказываю о продуктах, которые у меня закончились. Они как-то быстро накопились. Я даже сама не помню, что у меня в моем волшебном ротце закончившейся косметики просто сюда скидывала все, что заканчивалось. Попадается, например, подрукну шампунь Organic Shop, укрепление, органические водоросли, экстаз, жемчуга. Назовается голубая лакуна. Как заявлено, без СЛС, парабенов, силиконов. Замечательный шампунь, очень такой мягкий. И смотря на то, что в нем отсутствует СЛС, прекрасно пенси, прекрасно промывают волосы. И вообще я очень довольна. До того, как я привыла мыльные орешки, это был мой самый любимый шампунь. Далее, тоник для лица. От Natura Siberica, очищающий, для жирно-комбинированной кожи. Вот такого плана. Здесь крышка очень удобная, то есть она не отвинчивается и не откидывается. Она такая, нажимаешь на кнопочку, появляется отверстие, которое, собственно, наносит средство на ватный диск. Неплохое средство, неплохо очищает кожу, но я считаю, можно лучше. И отверстия в крышечке слишком много, но излишки проливаются, в общем. Далее. Закончился достаточно быстро. От Ифраше. Гидра, Виджитал, гель для умывания. Закончился он еще где-то... То есть фактически проливался два месяца. Я-то так. Не могу ошибаться. Очень быстро закончился, но он прекрасно смывает макияж, приятно пахнет. По консистенции такой приятный. Вот не совсем, как вот обычные, да, вот такие гелики для умывания, мордочки, лица. А какой-то более... Напрашивается у меня одна ассоциация, но она не особо приятная, вот я не буду ее приносить. Ну, более плотная такая, что-то скользящее, но приятное, в приятном смысле. Вот. Неплохая вещичка, но можно найти получше, кстати. Также Дэфраше. Закончился у меня гель для душа. Флоринский Грейпфрут. Нямка. Совершеннейшая вкусняшка, ей-богу им пользуешься, и хочется прямо вот его так глыть-глыть-глыть-глыть. Потому что до такой степени аромат, вот такое ощущение, что при тебе только что развязывали Грейпфрут. И вот ты так... Далее. Просто читаю Пудра Тессенс. Фикс Энд Мэйд. Такого плана. Она внутри была абсолютно... То есть она выглядит такая белая, как тут осталось, что-то нет. Ну так чуть-чуть. Нет, не осталось. В общем, она выглядит по консистенции, как мел-голима. То есть я как такими пудрами пользуюсь? Я остатки вот так вот скидываю на крышечку. Не видно, что ничего не осталось. Я деталово все вычистила. И то, что на крышке есть, брала кисть кабуки и наносила продукт на лицо. Идеальная пудра. Она сразу так весь... То, что есть блеск на лице, какой-то вот жир остался. Прошу прощения за такое слово. Не совсем приятное. Она как будто делает так... В себя. И очень долго держит матовость кожи. Контролирует выделение сальных желез. Опять не совсем вкусно выразилось. Вообще замечательную пудру. Я очень довольна. Так. Крем для глаз. От Ева. Серия Herbal Garden. У меня проблемы с иностранными языками. Кроме японского. Вот так вот смотрится. Ну... Крем и крем. Никаких отличительных черт. Ничего особенного я за ним не заметила. Дает какое-то увлажнение. Что-то так символично... Несомненно, можно найти лучшее. Что-то мне сегодня... С любимым словосочетанием можно найти лучшее. И последнее, что я покажу, это зло в чистом виде. Вьен Собом. Вообще, я к этой фирме отношусь очень хорошо. Потому что прекрасное качество, ретро-упаковка и все это за копейки. Но данный продукт полный провал. Это база для век. Как только появилась донышко... Тут, в принципе, еще очень много продуктов осталось. Как только появилась донышко, я тут же с радостью просто понеслась в магазин с другой базой. И к черту, к черту, к черту, к черту, к черту меня, к черту меня, к черту меня. Потому что это хрень, иначе не выразишься. Конечно, это очень субъективная оценка, но она меня просто довела до белого коленя, ей-богу. Что я хочу о ней сказать. Свои качества она выполняла прекрасно. Какие там вещи? Она усиливала цвет теней. Она их удерживала в течение всего дня. Но эти все свойства бесполезны, если средства неудобны в нанесении. Я всячески пробовала. И ногтем даже подцеплять. И кисточкой. Ну, разумеется, кисточкой в первую очередь. И даже пинцетов. Коцекосов приноровилась. Брала ватной палочкой. Подцепляла продукт. Его уже пальцем с ватной палочки убирала. И вот эти остатки я наносила на веко кое-как. Целая операция. И то очень было легко переборщить. И все это очень-очень некрасиво скатывалось на веки. И даже средством для снятия макияжа это было убрать сложноватенько. Приходилось стараться. Консистенция как у высохшего пластилина. Я видела девочку, у которой была база от Виен Сабо. Она была ее очень довольна. Там была нормальная консистенция. Но уже через неделю после пользования она стала такой, как я сейчас описала. То есть, другими словами. Видимо, средство неплохое. Но оно очень быстро высыхает. Моментально. И становится пользоваться просто невозможно. Поэтому вот это я ни в коем случае не рекомендую. Просто вот... Да. Это была неудача. На этом все. Пусть вам попадается только хорошая косметика. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok